Всем привет! Меня, как уже представили, зовут Александр. Я представляю компанию Upgrade. Мы занимаемся продвижением мобильных приложений уже на протяжении пяти лет. У нас есть большой опыт в выводе в топ по ключевым запросам, Trending Search. Также мы сильны очень сильно в рейтингах, в повышении рейтинга в Google Play и iOS. То есть самая первая проблема, которая действительно важна и стоит ее обсудить, это изменение рейтинга в Google Play. То есть в мае этого года всем разработчикам была выдана такая информация, что новый рейтинг будет, скорее всего, ниже, потому что мало было случаев, когда рейтинг становился выше после этого изменения, которое было уже в августе этого года. Многих коснулось это изменение. очень сильно изменился рейтинг и появились проблемы. То есть это увеличение стоимости немотивированных установок, это рекламный трафик соцсетей, снижение кликабельности, то есть мало пользователей будет устанавливать приложение с плохим рейтингом. Ну и новые пользователи, которые хотят оставить отзыв, скорее всего, оставят негативный отзыв, нежели позитивный, потому что практика показывает, что если рейтинг высокий, даже негативный отзыв пользователь оставляет с высокой оценкой. То есть делает какое-то замечание, чтобы разработчик все равно это увидел. Как с этим бороться? Чтобы получить рейтинг хотя бы в 4 звезды в Google Play, надо на одну единицу рейтинга, одну звездочку, получить 3 пятерки. То есть это будет рейтинг 4.0. Как это проверить? Многие знают такие площадки, как и Penny, Sensor Tower, AppFollow и так далее. Ну или посмотреть можно в личном кабинете. Вот, исходя из примера, даже можно посмотреть, что примерно на каждую единицу приходят 3 пятерки. Если было бы идеально 3 пятерки, то был бы ровно 4.0 рейтинг. А по поводу двоек, троек и четверок, они как бы сами друг с другом борются и, в принципе, на рейтинг сильно не влияют. Вот. Так, как с этим бороться? Ну, во-первых, как я сказал, что надо достичь сначала хотя бы 4 звезд отметки. Очень важно следить за отзывами, не игнорировать их. Любой разработчик должен отвечать как на позитивные отзывы, так и на негативные. Позитивные, во-первых, закрепятся и их потом Google Play не удалит. Это по практике мы знаем. Ну, а негативные, если комментировать, все равно будет пользователь видеть, что вы не равнодушен к своему приложению и отвечаете даже на негативные. Вот. У нас есть практика вывода отзывов в топ. Если кто знает, что отзывы можно лайкать как в Google Play, так и в App Store. Что это тоже дает? Это, во-первых, закрепление отзыва, поднятие его в рейтинге. То есть в Google Play это в актуальных будет, а в iOS это будет просто приложение на главное. И если посмотрите, зайдете туда, там можно оставить или лайк, или дизлайк, так скажем. Как это сделать? Просто нажимаете, долго жмете, и вы увидите, что можно оставить рейтинг. Как правило, у приложений 6 отзывов. Самый позитивный, естественно, будет первым, а негативные будут уже последовательные. Вот. У нас есть практика вывода в топ. Мы пишем отзывы сами, можем их же вывести на главную. Что нам еще дают отзывы? Мы с помощью отзывов можем проранжировать любой ключ, даже брендовый, который мы не можем прописать в ОСО, это в описании, в названии, в подзаголовке. То есть вот я выбрал пример, который самый первый пришел в голову, это в Google Play мы можем ввести Tetris. Это брендированное название, которое непозволительно для маркета прописать вообще где-либо, как я уже сказал. Вот пример, то есть мы видим Tetris, приложения появляются и, скорее всего, они просто сделаны отзывами. Вот пример, мы зашли и всего лишь один отзыв, который мы там нашли, это Tetris. Все, и этого стало достаточно даже для вывода по ключу. Это работает как в iOS, так и в Android, в принципе, одинаково. Вот, в принципе, все, что хотел сказать, если что, задавайте вопросы, походу я добавлю и расскажу еще.